Роскошные отели на берегу моря, комфортные номера и экзотические блюда уже, наверное, никого этим не удивишь. Даже самого бывалого туриста, но именно сегодня, именно сейчас, даже бывалого туриста я попытаюсь удивить. Вы готовы? Погнали! Все вы, наверное, знаете, видели отель Парус в Дубае. И именно данный отель здесь, в Шанхае, также спроектировал именно тот самый архитектор Мартин Йоханссон. Уникальный отельный комплекс Intercontinental Shumao Wonderland, Шанхай, представляет собой масштабное сооружение внутри искусственно созданного высокого каньона, наполненного тисчейшей водой. Однако, как после, я выяснил, все-таки это не искусственно созданный каньон. Ранее здесь была каменолонная, но в 2000 году она была закрыта и здесь решили построить данный отель. В общем, сейчас, если нам позволят, я попробую пробраться вовнутрь, потому что здесь только для посетителей, только для тех, которые действительно снимают здесь жилье. Жилье стоит здесь очень дорого. Сумма достигает приблизительно самый дешевый номер будет стоить в сутки от 400-450 долларов. Го, попытаемся счастья, посмотрим, что там внутри. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я видел в интернете очень много подобных отелей. экзотических где-нибудь там на Мальдивах, Фиджи или Дубае, но они, конечно, красивые, они роскошные. Вот по сравнению с данным отелем, там нет вот такой вот супер-мега необычности, то, что отель расположен внутри каньона. Ну, это заслуживает лайка к данному отелю, это просто блеск, на самом деле, мне очень здесь нравится, очень красиво и действительно, как будто ты попал в какую-то... Такую сказку, где вокруг тебя одни скалы и водопады. В данном отеле также есть множество баров, ресторанов, развлекательных комплексов, магазинов. Также здесь можно будет по желанию заняться скалолазанием по данному каньону. Насколько я знаю, летом в теплое время суток здесь устраивают бейсджампинг, или как он правильно называется? Поправьте меня, если кто знает, как это называется, когда прыгают с резинки вниз. Вот, здесь тоже это можно сделать, поэтому в этом отеле, в принципе, есть все, что необходимо человеку для отдыха, для экстрима, для шоппинга и так далее. Это очень здорово, это плюс отелю в этом плане. Цена на проживание в данном подводном отеле начинается от 350-400 долларов, это минимально. Самый дорогой номер в данном отеле стоит в сутки, вдумайтесь, 14 тысяч долларов. Данный отель имеет 19 этажей, часть из которых находится на обычном уровне, внутри каньона, а другая находится под водой, это приблизительно 2 этажа. К сожалению, попасть на этажи нижнего уровня мне не удалось, но в конце данного видео я покажу вам несколько фотографий именно с таких номеров. Всего в данном отеле насчитывается 380 номеров, и каждый из них отвечает всем требованиям роскошного пятизвездочного гостиничного комплекса. Подводные номера имеют повышенную безопасность и абсолютно комфортно, несмотря на необычное расположение. Также много интересного можно найти за пределами отеля для активного отдыха. На территории курорта находятся магазины, развлекательные и спортивные центры. Кроме этого, в самом отеле располагается центр экстремальных видов спорта, где можно заниматься скалолазанием и джампингом. В общем, да, действительно, вовнутрь меня не пустили, именно на этажи, где находится непосредственно у комнаты. Я не расстроен, потому что я увидел все, что хотел именно здесь. Я увидел этот отель, я увидел его внешний вид, я побывал внизу, увидел водопад. И, блин, это здорово на самом деле. Очень хороший отель придумали китайцы и 5 с плюсом им. В общем, ребят, не знаю, как вам, мне безумно понравился отель своей необычностью, ординарностью, экзотикой. Обычному человеку, в принципе, снять здесь номер будет тяжело. Вот, но, по крайней мере, я познакомил вас с этим отелем, я показал вам его. А сейчас я хочу обратиться к программе «Орлу и решки». Ребят, в следующий раз, когда вы будете в Китае, у меня есть к вам просьба, даже две просьбы. Первое, вы напишите, пожалуйста, мне, когда вы приедете. И второе, посетите данный отель, вы не пожалеете, особенно тот ведущий, у которого будет золотая карта. Я надеюсь, что он не пожалеет. Всем спасибо за просмотр, всем пока, хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok